Здарова народ, с вами Кирилл Саакаст, в этом видео поговорим про Seraph in the Darkness, расскажу про основные изменения, а также покажу как разгонять свой билд именно по DPS, потому что многие не понимают от чего скалируются навыки, на что обращать внимание, то есть в этом ролике будет такой мини гайд. Ну а перед началом по традиции, лайк подписка, любой комментарий для продвижения их контента. Вначале я расскажу про самые основные изменения, они в первую очередь коснулись фри-то-плей игроков, а раньше, когда вы покупали себе аукцион и просто фармили там карты, вам падали часто предметы, которые можно было выставлять на аукцион, если посмотрите, они указаны как CanTrade, то есть эти ресурсы, предметы ты можешь выставлять на аукцион, а на этом зарабатывать соус спары. То есть игроки, когда покупали себе аукцион, если активно играли вот в эти там первые 10 дней, то есть они могли вынести больше там 2000 долларов, там кто-то 500, кто-то 3, в зависимости от удачи, понимания, как торговать на аукционе, что имеет спрос и выбор, конечно, класса, потому что от класса зависел ваш разгон по урону. А сейчас доминируют это войны через крутилку, то есть если все карты сложились, вы могли очень много заработать, при этом вложить только на покупку аукциона. Это разработчикам не понравилось, не знаю, связано это из-за шумихи в Азии, потому что все-таки проект больше сделан упор на азиатскую аудиторию. Все основные изменения они публикуют не в дискорде, то есть вы ни одного анонса там не увидите, они где-то это все рассказывают у своих там источников, которые используются спросом на азиатском рынке. Там пошла информация, что они предметы на фри-то-плей основе сильно подкрутили, то есть теперь игроки, которые не имеют инфтишки, с большей вероятностью, там процентов по 80, может даже 90, всех предметов будет падать, это бинт чаректор. То есть это значит, что эти предметы ты сможешь модернизировать своего персонажа, улучшать, крафтить что-то, все предметы на себя одевать, но ты не сможешь их продать. Это сильно подрезает текущий фарм фри-то-плей игроков, тем самым они хотят мотивировать брать предметы в аренду, такая функция есть, либо покупать свою инфтишку. С одной стороны, эта модель хорошая, потому что фри-то-плей игроки мало чего вносят, стараются просто выносить. Теперь ценность инфтишек стала более очевидной, потому что если брать, допустим, я владелец генези шмотки, и разница между фри-то-плей игроком и мной, она не такая существенная. То есть инфтишка, она не дает какого-то колоссального буста. В день ты больше можешь фармиться инфтишкой с одной, наверное, ну в хорошем, если брать, запасе, это 2000 соус паров. Это, конечно, не те цифры, если учесть то, что инфтишки могут всегда просесть в цене, проект там заскамится, сами понимаете, они стоят дофига. Не стоит забывать то, что фри-то-плей игроки могут также зарабатывать, но заработки, конечно, сильно урезали по сравнению с то, что было на старте. Второй альтернативный заработок это идти в лидерборд, потому что в лидерборде награды все еще супер мощные. То есть тут просто улучшаешь своего героя, если сможешь залезть в топ-100, тут есть и NFT коробки, и всякие расходники под починку NFT предмета. Это все будет стоить хороших денег, тем более есть два мода, то есть подсольного игрока, если вы там заходите с друзьями, либо с кем-то познакомились в игре там в дискорде, можете залетать в тиме и лутать награды с двух сразу промежутков. Это что касается текущей модели. Ну и, конечно, есть аренда, но по аренде есть пока очевидные проблемы, то, что слишком мало предметов, которые можно получить, и в основном они всегда уже находятся у кого-то в веб-пользовании. То есть аренда в этом проекте пользуется спросом. Второй аспект, который многих интересует, сколько сейчас стоят соус-пары. То есть когда я делал первое видео, они доходили около 120 долларов за 2000 соус-паров. Сейчас цена, когда проседал биток, доходила до 50 долларов. На момент, когда я записываю, это около 70 долларов. Цена немножко отросла, но, конечно, это не пиковое значение, которое было. Все равно заработки пока хорошие, потому что если что-то выбиваешь в какой-то топовый предмет, который можно продать, либо крафтишь, то есть видите, буквально 7 часов назад продал шлем, который дает плюс 5 берсик скиллу. То есть это под мою ветку с хорошим армором за 1700 соус-паров. Можно было одеть на себя, но лучше продать. Завтра этот шлем, возможно, будет стоить там 1600-1500, то есть каждым днем такие шмотки все равно будут проседать в цене, потому что будет искать более высокую базу для того, чтобы взлетать выше по тэшкам и фармить именно более высокие данжи. То есть рынок пока еще активно работает. Нужно пользоваться и максимально выводить соус-пары, которые вы, естественно, можете заработать. Пока соус-пары были в сильном просадке, за этот промежуток я накопил себе 39000, не знаю, будут ли продавать за 70, не думаю то, что будет цена 120, все-таки предпосылов к этому нет. Основная причина, помимо того, что биток падал, естественно, что-то меньше покупают. Почему еще соус-пары просели именно по моему мнению? До этого, когда вы заходили в NFT данж, вам гарантом падало 2 коробки. Сейчас падает 1 коробка и с небольшим шансом падает 2. До этого было гарант 2 и с небольшим шансом падало 3. То есть когда я зашел, я один раз себе получил из, наверное, 10 заходов один раз на 3 коробки. Мне, ну так можно сказать, лакернуло. Теперь коробок стало меньше падать, не знаю, с чем это связано. Возможно, разработчики подумали то, что слишком много фармится вот этих коробок, NFT будет дополнительно, и они решили тем самым сократить этот профит. Поэтому, как бы, ходит меньше в этот NFT данж, все-таки прибыль не такая ощутимая. Возможно, на это, как бы, отразилась тоже цена в соус-спарах. Теперь один из самых интересных вопросов, это как разгонять свой билд. Многие не знают то, что когда вы наводите на любой из этих навыков, вам будет показано, от чего он будет дополнительно скалироваться. То есть, если я навожу на крутилку, нам показан уровень 37, в скобках 17. То есть, любые предметы, когда вы одеваете с улл скиллами, допустим, видите, тут написано Barbarian Skill Level 2, то есть, это значит то, что на все ветки я получаю плюс 2 к любому навыку. За счет этого, когда вы набираете большое количество дополнительных скиллов, вам будут увеличиваться их основные показатели. Если это навык на урон, вам будет увеличиваться урон. И как раз таки, то есть, максималка этого навыка, по идее, 20. Но я разогнал еще дополнительно, плюс 17 к навыку. Это большое количество доп. урона. Второе, на что стоит обратить внимание, это от чего скалируется этот урон. Под цифрами нашего левела, то есть, видите, 37, снизу написано то, что Physical, Flame, Attack Speed, Two Weapons. Это значит то, что все эти атрибуты увеличивают урон этого навыка. За счет атак спида, двухручного оружия, физико урона, у нас будет повышаться урон от этого навыка. Написано еще в Flame, но это фейк инфа, потому что в этом сезоне урон от огня не дается. То есть, когда я играл в предыдущем сезоне, мы конвертировали, там такая была механика, то, что весь физический урон ты конвертируешь в огненный. За счет этого приписки, я думаю, осталось. Но сейчас крутилка работает только от физ урона. Во прошлом сезоне она работала как огненная крутилка, то есть, она наносила магический урон. Для примера, давайте покажу другие навыки. Есть у меня баф Spellcasting. Многие, я думаю, там кастеры, кто играет на магах, обращали внимание. То есть, чем больше у меня будет скорость каста, тем анимация такая будет намного быстрее. Если наведем на Behead, тут он скалируется от Physical и Attack Speed. То есть, чем больше у меня будет Attack Speed, тем я быстрее буду делать этот замах. И, следовательно, буду наносить больше урона. Я играю билдом через физический урон. Для того, чтобы увеличить характеристики моих навыков, мне нужно будет качать силу. То есть, если наведем, показано то, что это Increased Attack Damage. В прошлом сезоне, тоже приведу пример, вот этой крутилкой, когда я крутился, я качал больше энергию, потому что энергию увеличивает магический урон. И, как раз таки, крутилка, она конвертировала весь в физический урон, в магический. То есть, если вы играете магом, либо у вас навыки, показано то, что они будут работать не от физика, а от мэджика, качайте энергию. А также я качаю еще Виталку, потому что Виталка помогает выживать. Все-таки я играю в мели, и для меня еще огромная важность имеет мои элементал рессы. Также в скиллах нужно обязательно обратить внимание, какие навыки при прокачке увеличивают урон вашего навыка. Будем рассматривать крутилку, и приведу еще другие примеры. Если мы посмотрим, то снизу под Next Level есть Cooperation Reward. И показано то, что прокачка Бехида увеличивает урон этого навыка на 18% именно крутилки. Верхний спелл, который называется Dismembering, будет увеличивать на 12% урон нашей крутилки. Это вот эти навыки. То есть, если мы их будем максить, наша крутилка будет наносить больше урона. Давайте покажу какой-то другой пример, для того, чтобы у вас было больше понимания. Навык Magma Smash. Если посмотрим Cooperation Reward, то есть Lava Send, это вот этот навык. То есть, его будем прокачивать в макс, будет больше наноситься урона за каждую прокачку, плюс дополнительно 15% к урону. Прыжок будет давать плюс 6% урона. То есть, видите, максимум, допустим, вот эту, вот эту, и Magma Smash будет вносить больше урона. То есть, обратите внимание, каким вы навыком пользуетесь, какие бонусы вы получите от Cooperation Reward. Потому что это очень сильно увеличивает дополнительно урон вашего основного навыка. А также давайте сейчас перейдем вообще, как тестить любые билды. Посмотреть, насколько эффективен ваш урон. Правильно вы собираете предметы. То есть, вам нужно будет зайти в тренировочный мод. Призывать существо максимального уровня. То есть, вызываем себе демона, после чего я делаю просто пробафы, нажимаю челлендж на 20 секунд и использую крутилку. То есть, я так могу посмотреть, допустим, какой из навыков при моей прокачке, при шмотках, будет вносить больше урона. То есть, мы будем смотреть на Total Damage, но основной это Average Damage. То есть, это дамаг в секунду. То есть, я, видите, кручусь, у меня тут влетает 3,7 миллионов в секунду. Даже, видите, выше, 3,8. Допустим, я могу взять у Бихит. Может быть, Бихит будет вносить больше урона. Давайте посмотрим. То есть, опять пробафаюсь, чтобы было все одинаково. Нажимаю челлендж и давайте пробовать. Может быть, этот навык, да, окажется более сильный и зря я использую крутилку. То есть, по Авераге мы поймем, насколько, какой навык более мощный. То есть, если нехитрым способом, можно понять то, что здесь урона, ну, даже больше, чем в два раза меньше. То есть, этот навык не такой эффективный, плюс вы стоите на месте. Короче, это отстойный навык. Так, давайте попробуем какой-то другой использовать, какие у нас еще тут есть. Давайте попробуем вот этот навык использовать. То есть, используем опять пробаф, восстанавливаем себе магию. И давайте попробуем использовать вот такой вот френзи. Машет бодро. И какой тут будет Аверага. То есть, видите, 1,8. Понятное дело, что я больше все собирал под крутилку, чем под эти навыки. Но для того, чтобы вы понимали, насколько эффективен навык, который вы используете, всегда тестируйте. Что-то поменяли в предметах. Там добавили энергию, добавили там пинетру. Все проверяйте на манекене. Потому что манекен это лучший способ отразить вообще текущий вас ДПС. И понять, допустим, вы какую-то шмотку поменяли. Где-то там больше силы. Где-то больше там проникновения. Где-то больше к олл скиллам. Вам так тяжело понять, сколько вы будете носить урона. Потому что цифры вылетают постоянно большие. Вы на них вряд ли обращаете внимание. Но на манекене все детально отражается. То есть, насколько вы усилили ваш прогресс по отношению к предыдущим, допустим, вещам, которые у вас были одеты. По механикам скалирования урона и как что от чего работает, я думаю, понятно. Пишите в комментариях под этим роликом, на что вы еще хотели бы видеть разбор именно в проекте. Как там крафтить. Может быть там по предметам. Короче, пишите все, что думаете. Чего вам не хватает именно по кайтам. Посмотрю самые интересные моменты, которые можно будет еще отразить в видео. И дальше сниму дополнительно контент. На этом все. Лайк, подписка и удачи! 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 Продолжение следует...